здравствуйте дорогие друзья вы смотрите артип тв прямом эфире программа знаки а значит сегодня понедельник и понедельник хотя считается одним тяжелым но ответы на ваши вопросы сделают этот день наверное более менее успешным и приятным для вас эту программу ведут астролог сергей сгазинский и журналист анастасия стронгина понедельник рабочий на понедельник всегда интересны мы как и прежде ждем ваших звонков по телефону 284 шестерки это номер прямого эфира называйте дату время и место вашего рождения ну а мы по традиции начнем нашу программу с небольшого объявления первая частная школа города мурманска пионер объявляет набор в первый класс на 2019 2020 учебный год и приглашает на подготовительные курсы наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности свидетельства государственной аккредитации опыт работы более 20 лет полный день с 8 30 до 18 00 суббота воскресенье выходные дни помимо основного образования в подготовительных группах обучение навыкам чтения письма счета занятия с логопедом и психологом уроки английского и немецкого изо ритмики музыки начальных классах всестороннее развитие ребенка среднем и старшем звене углубленное изучение любого предмета по выбору учащегося для выпускников эффективная подготовка к экзаменам аттестат государственного образца классах не более 10 человек полный спектр основного и дополнительного образования питания констовары учебная литература телефон для справок 70 30 40 адрес улица калинина 44 дорогие друзья у нас еще есть группа вконтакте которая называется астрологический центр знаки и здесь можно выкладывать свои вопросы и в нашей группе мы занимаемся профессиональной астрологией составляем и интерпретируем натальные карты анализируем судьбы делаем прогнозы у нас можно получить краткий бесплатный совет звездочета это произойдет сегодня и записаться на платную консультацию астролога да и самому научиться этой древней системе знаний и стать профессиональным астрологом поэтому я приглашаю вас в школу астрологическую знаки которая начнет действовать с осени и там можно будет приобрести знания по профессиональной астрологии и так пожалуйста звонить нам пишите телефон студии 28 4 шестерки и так с кого мы начнем сегодня с вас забыли сказать что нужно быть вы можете стать профессиональным астрологом и звездочетом как я но так хвастаться нельзя как я очень скромно а начнем мы сегодня с александра он родился 15 04 сейчас сейчас ввожу 15 04 1985 года 2345 александр просит расшифровать натальную карту и пишет что нужны эмоции начался какой-то застой в жизни наверное александр дописал где он там родился бурманский точно сейчас поставим застой значит достой так 15 апреля 85 2345 мурманск итак у александра солнце вовне в двадцать шестом градусе овна это солнце непосредственно вот она в соединении с такой планеты который мы лили называемый черная луна то есть немножко показатель такой знаете печали 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 грустного взгляда на мир что ли вот так вот а сам марс который он управляет в тельце то есть не такой уж буйный овен и луна в козероге то есть не такой уж ну как вам сказать ой луна в рыбах и мягкий такой вот человек достаточно вот так показано откуда застой откуда застой под прошлому году показан вот по в прошлом году восемнадцатом еще чувствовались вот эти сдерживающие моменты они могли касаться и работы и ограничений там в личных каких-то делах и сложности финансах могли показывать да и желание может быть уехать или поехать куда-то ничего не получалось но это все прошло застой прошел и здесь вот с этого года прямо с настоящего времени происходит такой достаточно большой жизненный подъем активизация начнет все получаться куда-то лететь захочется что-то предпринимать и так далее все в порядке в этом году а вот в концу этого года в следующем опять небольшой такой застой то есть жизнь полос полосами и вот эту полосу активно надо схватить в этом году в следующем году опять спрятаться и немножко данным использоваться моментом цикличности да да астрологи изучают цикличность один из принципов астрологии цикличность то есть все в каких-то циклах все в каких-то ритмах когда-то повторяется когда-то происходит вновь жизнь как зебра полоса белая полоса черная но черная не черная серая скажем полоса черной луны полоса белой не знаю бывает бывает только между ними выбор надо делать всегда вот например когда оборот белой луны надо делать что-нибудь хорошее когда оборот черной луны плохого делать не надо а хочется иногда иногда бывает так так у нас есть следующий вопрос пожалуйста только я напомню уважаемые телезрители телефон студии 28 4 шестерки звоните нам в эфир потому что меня спрашивали какой телефон и когда эфир начнется я все написал жду ваших звонков все сказал как на духу давайте светлану послушаем она родилась двадцать седьмого ноль второго семьдесят седьмого года 2345 мурманске планирую учебу кардинально сменить свою деятельность способна ли я на ведение своего дела и что с личной жизнью впереди вот такой вопрос очень интересный вопрос солнце в рыбах десятый градус рыб обычно такие люди как-то в своем мире вот впечатлительность высокая ранимость тонкость не дать медитативность такая показана луна близнецах луна близнецах даст хорошую коммуникабельность умение найти нужные связи со всеми договориться и вот луна в зоне предпринимательства находится то есть луна эмоциональный мир души и тянет чем-нибудь заняться тянет просто чем-нибудь заняться здесь дальше показатель такой вот что переворот в жизни действительно виден и он в скором времени начнется но больше больше вот этих показателей изменений обновлений через годик-полтора вот они там находятся и обычного бизнесмена вот это время через годик полтора которая начнется она связана со стартапом поэтому надо готовиться к нему надо все сделать для того чтобы он хорошо был и вот запустить проект но здесь есть один нюанс марс планета воли активности находится в знаке водолея и поэтому вы сначала делаете а потом думаете что вы сделали поэтому здесь вот планирование во главу главное доставить вот таким вот образом и вот начинается в преддверии кризиса среднего возраста находитесь и этот кризис заставляет человека обновить все свои силы начать жизнь заново все перевернуть и к этому все идет но постепенно не сразу через годик полтора это начинается но а начинать какое-то дело можно можно и сейчас можно еще с почему бы нет это новая деятельность она как-то связана с тем что человек делал до этого или это скорее всего нет скорее всего нет это новое это новоуправленческая скажем так не хватает выдержки дни не хватает вот взять себя в руки немножечко просто вот так не хватает и надо над этим немножко поработать по личной жизни но по личной жизни есть пирс вот если 23 45 перспективы есть перспективы вот на рубеже этого и следующего года там все должно закрутиться и как-то к очень интересным как как каком-то таком знаменателю прийти так что все здесь может быть единственное что вот по браку вот где брак находится линия брак в тельце и там юпитер черной луной то есть может помочь нам учиться браке может попасть очень авторитарный человек смотрите чтоб такого не произошло и чтоб он не давил на вас сильно а так очень даже интересно и пробовать и начинать здесь рекомендуется и все получится единственное из-за того что солнце в рыбах есть такая вот ожидание чего-то вот негативного боязнь сделать первый шаг на делать надо она оправдана это боязнь или нет оправдана то есть оправдана боязнь чего бояться бояться во-первых человек такой не не всегда готов на риск не всегда готов на риск он всегда готов стоять где-то за спиной вот хотелось бы чтоб другой человек был впереди а он как бы немножко позади и управляет этим человеком который впереди вот модель серого кардинала такое решилие который не сам на коне но управляет всем процессом а здесь придется взять свои руки шагнуть вперед вот из-за этого опасения решили визави и тет-а-тет а я напоминаю номер телефона прямого эфира 284 шестерки звоните нам следующий следующий человек вам пишет это оксана но просит оксана не для себя просит для своего сына составит гороскоп макар родился он 27 0 4 1 секундочку 0 4 2008 года время 10 15 мурманск вопрос какие будут перемены в учебе хотим пробовать по военной части и переходить в другое учебное учреждение и по поводу здоровья на что обратить внимание по поводу здоровья обратить внимание на систему питания систему питания потому что здесь вот может быть неправильное питание было у ребенка может быть он как-то неправильно в режим все это выстроено здесь обязательно нужна правильная система питания тут все нервные процессы которые показаны переживания их много вот смотрите самом телец да луна находится в знаке козерога в соединении с планетой юпитер юпитер этот козерог вы эту луну бедную разгоняет очень сильно очень много внутри но выплеснуть это невозможно то есть эмоциональный перебор где-то стоит который человек носит с собой блеск надо прокричаться прорать сам пробегаться пропрыгаться спорт не тяжелой какой-то вот такое здесь показано нет физически физически сейчас видите в спорт и бридж попадает и другие карточные игры попадают это с форм на подспортом понимаем физическую активность какую-то и вот здесь физическая активность может командные какие-то соревнования вот показана потом такого человека не переспорить он вот стоит на своем и не сдвинуть это трактор если он принял решение поступать в военное здоровье не подведет то он туда поступит это однозначно и вот ближайший год пока здесь показан годом перемен все меняется учебное заведение меняется сто процентов даже если вы не попадаете туда куда вы хотите вы все равно меняете это учебное заведение поэтому здесь обязательно надо идти куда-то не бояться делать шаг помогать ребенку ребенок не настолько но инициативный сам поэтому здесь надо брать за ручку вести помогает разговаривать и так далее единственное что меня смущает по военной стезе у нее очень большая свобода стоит по жизни свобода вот хочет ли он ограничить ее этим военным училищем или военной карьерой не знаю но летчик из нее получится нормальный хороший или там еще какой-то пвошник радистом вот все что с электроникой с полетами связь кроме этого кроме этого такие люди достаточно авторитарны сами по себе и хотят всеми управлять может быть это и есть мотив к тому чтобы поступить на военную службу использовать ее как социальный лифт наверх достичь этих высот и командовать всеми остальными пилотами радистами пилотами радистами подводными лодками и вообще всеми армиями мира захватить весь мир да да но так если это есть желание почему бы его не использовать если эта мотивация существует до прийти к власти потому что уж извините за сравнение вот такие положения были у гитлера и и мы не сравниваем что но вот элемент управления элемент работы с людьми элемент связанный с тем что продвигается своя воля очень хорошо здесь просто дальше невозможно я думала вы все-таки наполеону поменять первое но она вязаться в бой но нет тут главное не вязаться в бой здесь бой очень хорошо просчитан это жительец да здесь стянуты материальные ресурсы подведены войска сделаны не только для наступления но и для обороны какие-то вещи тут стратегия стратегическое мышление не так все просто конечно с истории мира и россии тоже так и у нас есть второе вторая часть вопроса муж алексей секунда алексей алексей родился 13 0 9 68 года в 00 05 город мурманск на секундочку но на пожалуйста город мурманск хотелось бы узнать по поводу работы пошли какие-то проблемы будет ли увольнение или оставаться на этом месте работы и еще будут ли какие-то перемены в ближайшее время ну в общем то об этом и говорилось предыдущем вопросе вы знаете что тут показатели такие во первых в деве большое скопление значит солнце в деве к солнцу примика примыкает юпитер и с другой стороны плутон вот две самые большие планеты управления которые все утюжит они находятся в соединении с солнцем понимаете здесь какая воля мощь направленность сила и раз это знак девы умение видеть мелочи все додавливать дожимать и так далее и вот планета никто какого-то знаете такого такой вот размытости какого-то счастья но с другой стороны каких-то непонятных событий она начинает идти прямо напротив вот этих вот позиций о которых мы только что говорили и она задевает вот эту работу и что сделать с этой работой но конечно если эта работа нравится там хаос будет на этой работе хаос просто но если эта работа нравится и на приходит какой-то доход я со своей колокольни говорю я бы затаился и ждал пока это все пройдет но пройдет это через некоторое время а пока будет вот такой вот вот такая вспышка какая-то непонятная может даже не вспышка а фонтан брызда ворот водоворот да и вот в этот водоворот человека затягивает лучше держаться на якоре на якоре да потому что предлагаете не увольняться пока в этом году нет потерпеть посмотреть что будет к осени потому что вот с осени вот все начнется все забурлит все закипит это с одной стороны по работе а с другой то это может принести человеку огромное счастье например он может приобрести какую-то недвижимость связанную с дачей загородным домом там копаться ходить на рыбалку или еще что-то философствовать в это время понимаете вот такая ситуация как ее исправить я не знаю но наверное надо встроиться в эту систему понимать как она действует и не волноваться по этому вопросу как у вас все просто у нас не просто у нас все космически космически об этом еще сегодня поговорим пока предлагаю следующий вопрос рассмотреть пишет вам марина родилась она 0 2 10 90 7 2 10 успеваете за технологии до технологии время рождения 10 15 родилась в городе кола хотела бы узнать прогноз на 2019 год есть медицинское образование нахожусь в поисках себя какую сторону двигаться в сфере медицины или может еще освоить какую-то профессию но давайте посмотрим на 2 октября 97 года 10-15 кола вот солнце солнце и луна в весах находится человек двойные весы представляете вот если к одно светило весах человек начинает так знаете что мне сделать вот это мне сделать или вот а если два светила это вдвойне сильно колеблется до человек сильно колеблется ему однозначно вот решение не принять а может быть и не надо может быть для того он и сделал но здесь показатели на какую-то свободный вид деятельности яркий свободный вид деятельности в сфере красоты 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 подумайте над косметологии будете в красоте работать свободное время но как-то вот с телом человека красота человеческого тела здесь же не только показаны элементы связанные с косметологией элементы с массажем показаны с влиянием на тело вот что-то с телом делать чтобы она была хорошая гармоничная гармоничная красивая отвечала всем природным нормам и так далее потому что сейчас что у нас происходит мы все больны у нас то спина болит то еще что-нибудь всех нас надо приводить в какое-то хорошее гармоничное состояние поэтому вот сама гармония весы сама гармония весы это солнце и луна в весах и тем более вот во второй лунный день родились здесь еще восход скорпионе все время анализируется процесс здесь венера в скорпионе около восхода что на красоту еще показывает и марс полтоном соединение к сатурну имеет аспект это связанная с костями что-то там правка костей позвоночника и всего остального то есть массаж показан руки сильные очень красота и вот здесь действие на опорно-двигательный аппарат да как говорим поэтому пожалуйста рассмотрите эти вопросы может быть по этой специальности дальше развиваться и будет вам счастье тем более здесь работа показана свободно и как вот обрастание клиентами работы с клиентами а какие вопросы вот основные такой потому что еще счастье личное впереди очень большой ребенок там виден годика через два и любовь там если вы расскажете о личной жизни я думаю никто не будет но вот здесь вы тоже личная часть такое единственное что вот прошлый год и этот год который идет он показан трудным и здесь ничего не поделаешь надо пока терпеть набираться сил прятаться от всех обучаться чему-то вкладывать в себя и тогда вот результат уже с 20 года будет виден хорошо а я хотела сегодня завести беседу и хотела бы спросить преддверии дня космонавтики у вас мечтали ли вы в детстве стать космонавтом конечно конечно но все мечтали быть космонавтами потому потому что основные события моего детства это союз салют улетели космонавты получили звание героев советского союза и все было пропитано духом такого космоса и тоже в садике играли в космонавтов да но какие-то другие мечты еще помимо потому что ну у девочек какие были мечты все хотели стать преподавателем либо балерины либо артистка либо актрисы да но это наверно в девяностые годы 90 конечно чуть пораньше они отрубались и какие еще профессии у девочек вот так у мальчиков летчиками так летчиками военными моряками колюш в морманске я сам был юным моряком примете я в 12-13 лет бороздил просторы мирового океана на шлюпке ел 6 под парусом то есть были все возможности развиваться в этом направлении девочки хотели быть учителями врачами вот такие вот человеческие профессии больше не то что выступать на подиуме где ты светиться а вот именно делать что-то людям приятное и хорошее большое светлое вечно есть вот новость такая по поводу празднования не знают празднуете ли вы но есть известие о том что корпорация роскосмос потратить 22 миллиона рублей на празднование дня космонавтики космонавтики 12 апреля 2019 года вот тендер был размещен как раз таки 5 апреля и праздник должны провести в кремлевском дворце будут приглашены представители власти топ-менеджмент роскосмоса космонавты ветераны ракетно-космической отрасли почему вы не можете сделать такой праздник я другим космосом занимаешься же космос нет у нас другой космос мы говорим о выходе человека в околоземное пространство скажем так и это космос совершенно другой это освоение этого пространства да на которое наше государство потратила очень большие суммы вложила столько умов 5000 гостей конечно здесь очень маленький праздник очень маленький я считаю что это праздник должен быть по всей стране тоже так и везде расширить до мурманске надо перекрыть движение выйти с макетами космических кораблей и портретами гагарина да абсолютно правильно потому что все все совершенно забыли что у нас два домика гагарина здесь и улице меня так интересовал этот домик я помню когда нас привезли на экскурсию мне почему-то всегда казалось что это какой-то обман вот почему он жил здесь до привезли в какой-то дом показали что как непонятно жил вроде дожил какой-то маленький дома оказалось ведь правда правда это такой же дом как у него был его перевезли в музеи в рослихов и вы перевезли северного флота да потому что музей был сейчас еще один существует в корзунова непосредственно где гагарин жил рядом с его дом потому что его дом сгорел стоит тоже замечательный музей юрий алексеевича гагарина и вот сама юрий алексеевич рыба по гороскопу да и и что с ним произошло вот почему засекречено то что вот те материалы связанные с его гибелью тоже вот мы задаемся вопросом почему до сих пор не могут рассекретить ну может быть на то есть какие-то основания было очень много мистических предположений что случилось гагариным но все они как бы канули в лету и вот к сожалению не уберегли этого великого человека а так наша страна отмечает единственное что астрологи что по этому поводу думают а думают они о том что человеку все равно не покинуть эту землю понимаете вот как на гороскоп построен вот человек родился на луне все от астрологии отменяется как строить где знаки зодиака дешево решает строительство на луне гороскопа а потому что у нас система геоцентричная у нас центре земля и человек появившийся в какой-то точке земли вот традиционного не или на марсе что нам делать понимаете ну хорошо допустим родиться он еще не скоро если он просто направится побывает там и вернется но сможет строить гороскопа кто его знает да ну там мы гороскоп я не знаю как строить и папа поскольку он существует эта система много тысячелетий вот сколько существует цивилизация и поскольку все древние ученые математики астрономы про которых пишут это все астрологи сплошные и человечество мыслило себя категориями астрологии и мне кажется за пределы за пределы земного тяготения в той форме в которой мы сейчас существуем наверное не выйти гравитация это после его посещения других планет как-то может повлиять на результаты гороскопа вот придем гравитация нет мы просто . . отсчета у нас меняется все понимаете все собьетесь правильно мы не зажимы мы мы рухнем да и поэтому а поскольку астрология вечно поэтому мне кажется что там люди рождаться не будут космос тоже вечен но по по крайней мере в тех физических законах которых мы на сегодняшний день существуем сложно и запутан понятно хочу напомнить номер телефона прямого эфира 284 шестерки и принимайте участие в нашем обсуждении или просто загадывайте желаете чтобы астролог рассмотрел ваш гороскоп а следующий у нас марина если у нас не звонков нет звонков у нас не будет а а да да то есть вы уже сбились нам нам позвонили из управления из роскосмоса и сказали отвечать только на вопросы в сети это потому что я озвучила сколько праздник стоит нет праздник стоит нормально по по всей стране надо устроить такой же праздник это вообще ни о чем вот и я когда в институте работал мы вообще радио организовали да в нашем замечательном вузе и всегда день космонавтика у нас была соответствующая музыка интервью а музыки сколько космической у нас создана надежда мой компас земной space зодиак была группа такая тоже очень интересная инструментальная музыка да и знаете каким он парнем был все это вот есть но мы не слышим нет бы радиостанции подключились телеканалы подключились хоть рассказали бы молодому поколению о том что сделано в нашей стране о чем нужно рассказать о том какие были достижения были достижения вот эту музыку послушать космическую потом вспомнить былое и рассказать о перспективах не ударить барабан и наверное кто-то бы точно захотел бы быть космонавтом пока я таких не слышала но возможно они просто не высказывается так следующий человек ждет вашей консультации быстрый так 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 сергей сергей 14 03 пишите 14 03 1986 хочу узнать перееду я с мурманском ближайшие два-три года на юг ну чтобы хотеть надо хотя бы время там же время и место рождения тоже вы сами заказываете эти вопросы нет нет я прошу вашему юга педалируется постоянно нет а здесь по времени шлема переезда время рождения да нет нет нету а места рождения тоже не туда тема лига на еще мою га педалируется потому что здесь вы сами видите что делается холодно нормально у нас все скользко мы зато дольше сохраняемся говорят но мы тоже так думали но мне кажется они больше красивыми ходят давайте давайте что там видно рыба по гороскопу 24 градус рыб 14 марта в тельце вот видите в начале тельца находится луна но нам ее без времени не поставить точно она может там в третьем градусе находиться может в десятом находиться но по луне пойдет планета уран луна это эмоциональное состояние уран это огромные перемены и вот эти перемены начнутся но из-за того что мы не знаем время рождения мы не можем привязаться к происходящему в жизни человека мы знаем что начнет все меняться хочется сняться с места хочется бросить этот якорь и куда-то отправиться но связано ли это с переездом ответить нельзя из-за того что нет времени рождения вот так вот то есть есть возможность в следующем году как сказал коллега педалируйте эту тему и значит все будет очень интересно возможно все изменится изменится в лучшую сторону и вы переедете когда нет времени рождения только после космоса да всё сбилась вся система координат все системы координат сбились время остановилось и вот видите мы только время потеряли да и не знаем что делать а какое время быть нам щезонар от рождения какое время на марсе bird или на луне и как это время исчислять надо вы знаете как год ли мы не знаем мы астрологи на север приехали на горожкоп построить Потому что все системы тут не работают из-за того, что полярный день и полярная ночь, восхода и захода нет. Луна по три дня над горизонтом, по три дня под горизонтом. Ну, не знаю, у вас совершенно другой лунный календарь, вы говорили, как ни в других городах. Да. У вас какой-то особенный. Из-за этого, вот видите, это только мы в Мурманск приехали, а на Луну прилетите, что там будет происходить. Или там где-нибудь еще. Раньше-то как астролог работал, да, рождается какой-то отпрыск королевской семьи. Астролог бежит на башню и смотрит в телескоп, где что находится, какие звезды. Времени-то общего не было, движения планетарных не было, планетарных таблиц не было, было очень сложно. А само понятие времени благодаря астрологам, что ли, пришло? Конечно. И астрономия возникла благодаря астрологам. Им нужны были точные вычисления и расположения планет в зодиаке. Это они породили астрономию. И время-то, конечно, сейчас мы временем пользуемся, но время, единое время по всей планете, это великое достижение цивилизации. А никто об этом не помнит, кроме астрологов. Не помнит, может, и не знает даже. Да. Так, на коме там остановилось? На Сергея, Сергея Мэста. Ну, вы, Сергей, все посоветовали? Ну, вот все, что можно, да, Сергей, можно, можно. Начинайте движение вперед и делайте все. Вы просто внутренне, ну, как вот, как это объяснить? У нас есть в зодиаке такие четыре знака, они складываются в крест, это телец, лев, скорпион и водолей. Этот крест называется фиксированный. И там у вас Луна, там с другой стороны Плутон, который эту Луну накачивает. Вот перемена к ним подходит. И планеты в этом кресте работают следующим образом. Ну, как некоторые говорят по второму закону диалектики. Они накапливают, 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 доходят до определенного предела и потом резко все меняют. И вот такая ситуация у вас показана в ближайший год-полтора. Так что вот ответ такой. Замечательный ответ. Переходите к Елене. Пишите, Елена родилась на 08.11.1987 года, 17.30. Город Мурманск. Интересует здоровье? Ваш любимый вопрос, конечно же. И работа? Давайте про здоровье сразу поговорим. Вы знаете, здоровье всех интересует. Это самый главный вопрос вообще в жизни. Так, давайте вот посмотрим, что тут есть. Солнце в 16-м Скорпиона. В 16-м Скорпиона. Кстати, вот есть личный вопрос. Значит, сейчас Нептун зашел, идет в рыбах. И уже в 17-м градусе рыб. И он сюда, к Солнцу в Скорпионе, делает отличнейший аспект. Аспекты у нас подразумевают, что будет какой-то, будет ряд событий, связанный с рассветом Солнца. А Солнце в астрологии – это любовь, дети, творчество и саморазвитие. И поэтому вот здесь вот по личным данным очень хорошие показатели. Они продержатся вообще несколько лет. И поэтому здесь надо сделать какие-то усилия в данном направлении. Как в том анекдоте. Купите хотя бы лотерейный билет. Тогда будет выигрыш. То есть в личном плане все нормально здесь может быть. А вот по здоровью мне трудно сказать. Солнце примыкает к планете Плутон. Планета Плутон самая сильная в гороскопе. Она дает огромную, наделяет огромной энергией. И если вы эту энергию солнечно-плутонианскую не расходуете, если нет какого-то творчества, какого-то выхода этой энергии, какого-то созидательного процесса, то этот Плутон может начинать подавлять весь организм в целом. Поэтому здесь вот я не знаю, что сказать. В зависимости от того, что вас беспокоит. Ну, тут видно, например, в районе годика было какое-то событие. То ли с родителями связанное, то ли с вами связанное. Произошло. То ли вас напугали, то ли уронили, то ли вы скандал родительский увидели. И вот этот элемент психологический засел очень глубоко внутри. Вы его не ощущаете, но он в бессознательном активирован. Иногда выходит в сознание, какие-то меняют ваши действия. Вы что-то боитесь, пугаетесь, вот так вот переживаете очень сильно. Это вопрос, конечно, к психологу, не ко мне. Это он должен выковыривать это из головы. Но, по крайней мере, вот такие моменты показаны. Поговорите с родителями. Может быть, они вам что-то расскажут, что в этом плане было. И вам станет легче от этого. Выковыривать приходится иногда и вам. Но это не наше. Мы астрологи. Мы вот психологическую функцию. Хотя нам говорят, вы психолог. Нас это не касается. Нас это не касается. Это психологу идите и с ним разговаривайте. Мы быстро прогноз. Терапевту. Да. А мы вообще давно не спрашивали, как там поживает наша небесная канцелярия. И у нее есть наверняка свое какое-то слово или поэзия на тему космоса. Давайте на нее и посмотрим. Внимание на экран. Здравствуйте. В час полночный, близ потока, ты взгляни на небеса. Совершаются далеко, в горнем мире чудеса. Ночи, вечные лампады, невидимы в блеске дня. Стройно ходят там громады негасимого огня. Так о мирядах мерцающих звезд писал поэт XIX века Алексей Хомяков. С незапамятных времен человечество стремилось познать тайны космоса. Открыть для себя порядок устройства Вселенной. Эту глобальную мечту землян запечатлел стихотворение созвездия Юрий Синицын. Звезды, звезды, с давних пор Приковали вы навеки человека жадный взор. И в звериной шкуре, сидя возле красного костра, Неотрывно в купол синий мог глядеть он до утра. И глядел в молчании долгом Человек в простор ночной, То со страхом, то с восторгом, то с неясной мечтой. И так весь мир веками приближал то мгновение, Когда человек полетит в космос. И вот однажды Юрий Гагарин обогнул Землю за 108 минут и сказал, Как прекрасна наша планета. Произошло это 12 апреля 1961 года. В космической ракете с названием «Восток» Он первым на планете подняться к звездам смог. Кстати, Юрий Алексеевич утверждал, Что мечтать, учиться мечтать, должен каждый, Потому что без мечты нет движения вперед. И сейчас, после первого полета, Нашего космонавта стартуют в космос корабли, Вслед за мечтою дерзновенной. И мы ощущаем себя жильцами в звездном доме. А вместе с планами возрастает и чувство нашей ответственности за тех, Кого мы приручили в нашей Вселенной. Всегда с вами на связи Небесная канцелярия. Большое спасибо. А мы продолжаем отвечать на вопросы, которые пришли в группе ВКонтакте. Пишите от Татьяны сообщение. Татьяна, 6-й, 05-й, 64-й год, Кировоградская область. Поселок надо вам? Давайте время скажите сначала. 3-0-0 ночи. 0-3. А поселочек название? Поселок Болтышка. Я надеюсь, я правильно поставила ударение. Болтышка. Вопрос и... Нету Болтышки. Давайте Кировоград. Есть, неправда. Давайте Кировоград. Там все равно рядом все. Вопрос. Как насчет второй половинки? А? Как? Так вот говорите, знаете, как во время революции печатали. Мне просто нравится, как написано. И как насчет второй половинки? Как насчет? Ну вот смотрите на счет. Ну давайте вот насчет поговорим. Давайте поговорим. Поговорим. Заведем счет. Обратите внимание. Вот ваш гороскоп. 6 мая 64-го. 3-0-0. Кировоград. И вот эта линия, вот эта линия, вот она. Двумя красными чертами здесь представлены. С одной стороны восход. Это вы лично. А с другой стороны заход или диссендент, как его астрологи называют. Это вторая половинка. И там, где вторая половинка, находится планета свободы и независимости. И поэтому здесь очень тонко надо с этой второй половинкой работать. Потому что она не хочет, ну, как бы быть подавленной. Она не хочет быть загнанной. И эта вторая половинка говорит, не надо заключать каких-то договоров, которые называются браком. Надо как-то вот более свободно относиться к этому вопросу. Вот о чем. Вот как насчет второй половинки здесь основное. Но планета Нептун, планета Великой Любви делает аспект позитивный к Солнцу в этом году, в течение всего года. Поэтому любовь показана, нахождение второй половинки показано. Надо что-то делать. Сейчас же, вот понимаете, инструментов много разных. Компьютер, телефон. Никто никого не утюжит. Агентство, да, никто никого не утюжит. Иначе уже вот можно пройти мимо. И чтобы мимо не пройти, конечно, надо что-то сделать в этом плане. Надо где-то зарегистрироваться, с кем-то начинать общаться, наращивать круг общения максимально. Никого пока не изгонять. Это вы сделаете в конце года. А вот наблюдать за теми людьми, как они к вам относятся. И поэтому здесь насчет второй половинки прогноз позитивный. Слава Богу. Я уж начала переживать. И давайте еще один посмотрим. Так, узнает у нас Надежда, но про сына Дмитрия. 16-го, 12-го. Сейчас, сейчас, сейчас. 16-го, 12-го. Передвигайте уже свой Нептун. 16-го, 12-го. 1988-го. 7 часов 20 минут. Это утреннее время, я так понимаю. Город Ленинград. Так, тут проблемы с работой. Написано. Это первая часть вопроса. Вторая еще будет. А давайте сразу две, я пока подумаю. А как вы в одно время что-нибудь? Проблемы с работой. Что значит проблемы с работой? Не знаю, так написано. Проблемы с работой. ТЧК. Вообще, вот это 88-й год, декабрь, да? Вот в прошлом году был так называемый оборот Сатурна у человека. Сатурн. И Сатурн – планета сжатия, ограничения. И поэтому вот все должно ограничиваться, все должно сжиматься. Человек должен уходить в себя, заниматься собой, своим развитием, думать на эту тему. Обычно во внешней сфере это очень хорошо не проявляется. Это проявляется как стены, которые сдвинуть не можно, невозможно. И вот это было в прошлом году. Если проблемы там начались, то да, надо было немножечко потерпеть, и они бы прошли. Потом, потом здесь все-таки показан элемент, связанный с переворотом в работе. Работа может поменяться. Но в конце года, в конце года, когда планета Юпитер подойдет к вашему Солнцу в Стрельце в 25-м градусе, то там все наладится, и работа наладится, и возможности откроются, и все там будет более-менее нормально. Это когда, когда это будет? К концу года. К концу этого года? К концу года, да. То есть, если есть возможность устроиться на какую-то работу, но она вам будет не нравиться, или там, где вы находитесь, вам не нравится, посидите до конца года, а там найдете, что хотите. И еще одного человека. Посмотрите. Конечно. Яна. Это из этого же вопроса? Из этого же вопроса. Это дочь Надежды Яна. 01.01. 91 год. 4 часа 20 минут. Утро. Утреннее время. Город Ленинград. Замужем есть дочь. Разводится. Что ждет ее? Вот такой вопрос. Ну, здесь тоже вот по прошлому году сложности сплошные показаны. Вот по прошлому году. Вот они могли привести к разводу. Сейчас тяжелая подавленность. Вот, скажем, депрессия здесь показана на сегодняшний день. Все это закончится годика через полтора. Через полтора. Пока полтора года может быть одиночество. В районе рубежа 22-23 года. Любовь, брак, возможно, заведение ребенка. 22-й? 22-й, ближе к 23-му. Вот так вот. Ну, я просто прочитать точнее не могу. Времени нет. Все это длительные процессы. Ну, так, чтобы обнадежить, по крайней мере, это все видно. Это все видно. И любовь будет большая. И там... Вот все будет в полнолуние. Человек родился. Солнце на уране. Свобода, независимость. Видите? Луна в раке. Капризность. И такая вот, знаете, внутренняя зацикленность здесь показана. Человек такой жестковатый немножко, немножко закрытый. Ну, вот, может, это дается для того, чтобы над характером поработать, как-то больше посмотреть на жизнь пошире. И здесь одиночества нет. То есть можно все-таки найти вторую половину, годика через полтора. Отчаиваться не надо. Сейчас надо вот эту депрессию остановить и прийти в норму, в эмоциональную норму. И тогда все раскроется, и все будет хорошо. Ну, а мы и не будем отчаиваться. Вы сегодня временем руководите, раз вы, астрологи, время изобрели. Нет, мы его изобрели для того, чтобы нам было понятно. Мы же не руководим ничем, мы только наблюдаем. Скажите, не загадывайте словам ни в рот. Мы не руководители. Мы лишь скромные наблюдатели процессов космических, которые отражаются в судьбах людей. Вот не более того. Ну, скажите хотя бы судьбу следующего вопроса. Ну, давайте еще один возьмем. Давайте. Сама Надежда тоже просит тебе гороскоп. 27.07. 27.07. 1967 год. Челябинская область, Кусинский район, поселок Магнитка. А вот время есть? Нет. Времени рождения не знает, пишет. Челябинск. Ну, вы же все равно подробно не сможете сказать без времени. Подробно не смогу. Скажите. А вдруг, знаете, бывает, вот откроешь без подробностей, а все понятно. А откроешь с подробностями, ничего не понятно. Каждый раз по-разному. Ничего не поделать. Активный человек. Видите, солнце во льве, Юпитер во льве. Вот они практически вместе. Вовни. Луна. Ну, это вообще огонь. Огонь? Здесь скорпиона, квадратура к Солнцу, активность такая. Да вот с дочкой, вот с другой, которую сейчас разбирали, даже не сравнить. Здесь мощь такая показана, активность мощь показана. А почему столько активностей? Я вижу в космограмме так мало нитей. Нитей. Это потому что рождения нет? Нет. Можно нити убрать, можно нити убрать. Просто расстановка самих планет, да. Здесь овен, лев, скорпион. Мощные такие вот характеристики. Мощные. Человеку даны и сдержанность, и твердость. Но благородство и широкая душа тоже показаны. А что интересует-то? Ничего не говорит. Мое меня тоже интересует. Вот так поставлен вопрос. Короскоп, видимо, общий. Ну, тут вот тоже показано, что в этом году, вот как у девочки вашей, у вас тоже такие переживания показаны, переживания большие. И по прошлому году вот этот вот, так вот, тяжесть, и по этому году вот такая тяжесть показана. Но это пройдет, это все закончится, и все, я думаю, разрулится и встанет на свои места. Ничего такого ужасного здесь не предвещает. Тут надо немножко потерпеть, прийти в себя, и время как бы на нашей стороне, чем астрология хороша. Мы знаем, когда все закончится. И вот это закончится к осени будет намного легче. Я предлагаю посмотреть ролик об образовании и о школе пионер. Первая частная школа города Мурманска пионер объявляет набор в первый класс на 2019-2020 учебный год и приглашает на подготовительные курсы. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации. Опыт работы более 20 лет. Полный день с 8.30 до 18.00. Суббота, воскресенье, выходные дни. Помимо основного образования, в подготовительных группах обучение навыкам чтения, письма счета, занятия с логопедом и психологом, уроки английского и немецкого, изооритмики и музыки. В начальных классах всестороннее развитие ребенка. В среднем и старшем звене углубленное изучение любого предмета по выбору учащегося. Для выпускников эффективная подготовка к экзаменам, аттестат государственного образца. В классах не более 10 человек. Полный спектр основного и дополнительного образования, питания, констовары, учебная литература. Телефон для справок 70-30-40, адрес улицы Калинина, 44. Дорогие друзья, на этом наша передача подходит к концу. Желаю вам удачных звезд, чтобы у вас все складывалось, не грустить и, конечно же, отметить День космонавтики. Я желаю вам прекрасного настроения, крепкого здоровья, успехов в работе и мы обязательно увидимся с вами в следующей программе «Знаки 2.0». Субтитры создавал DimaTorzok День космонавт